Одной из обязанностей средневекового христианина было содержать церковь. Размер выплат паствы своим пастырем был четко определен, одна десятая часть от дохода, проще говоря, десятина. Если народ выражал недовольство поборами, церковные власти отвечали просто «так заповедовал Господь». О церковной Десятине в Новом Завете сказано всего несколько слов. При этом слова Иисуса по этому поводу довольно туманные. Но если в Новом Завете вопрос церковных сборов обойден молчанием, то Ветхий Завет о Десятине знает все. В первый раз Десятина упоминается в связи с патриархом Авраамом. Авраам разбил войско эламского царя Кедарлаамера и его союзников и захватил много добычи. По возвращении его вышел приветствовать правитель города Салима, священник Милхиседик, единоверец Авраама. Он дал победителю небесное благословение, Авраам же, как пишет Библия, дал ему десятую часть всего. Поскольку Милхиседик был не только светским, но и духовным лидером, эта десятая часть была пожертвованием Богу. Выделение десятой части военной добычи было в те дни явлением обыденным. Так поступали не только иудеи, но и жители всего Ближнего Востока. Делалось это в знак большой любви и уважения к одаряемому. Чаще всего пожертвование шло на украшение храмов. Ведь лучше всего наглядно показать мощь светских и духовных вождей могли красивые и богатые культовые сооружения. Внук Авраама Иаков богатством не располагал. Он мечтал о высоком положении и достойной жизни. Но для этого ему нужно было во что бы то ни стало добиться милости Творца. Так что Иаков заключил со своим богом соглашение. Если бог будет со мной и сохранит меня в пути сём, в котором я иду, и даст мне хлеб есть и одежду одеться, и в мире возвращусь в дом отца моего и будет господь моим богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом божьим. Из всего, что ты, Боже, даруешь мне, я дам тебе десятую часть. Вот и все упоминания о десятине до времени Моисея, который получил от бога скрижали с правилами поведения и ввел новые законы для своего не слишком послушного народа. Ветхозаветный патриарх так боялся возвращения своего народа к язычеству, что готов был дать священническому колену левия дополнительный стимул материальный. Он законодательно закрепил получение прежде добровольной десятины за левитами. Именно при Моисее одноразовое пожертвование превратилось в ежегодный храмовый сбор. В Моисеевом законе вменялось брать десятую часть от всего, что произрастет на земле, и каждое десятое животное в стаде. Народу нововведения объяснили просто. Левиты никаких доходов не имеют, они служат посредниками между человеком и богом. Бог Израиля достоин хорошей жертвы. Именно на эти цели и идет собираемая десятина. Проведение ритуалов было занятием недешевым. Левиты использовали дорогостоящие воскурения, золотую и серебряную утварь. Одежда для священнослужителей изготавливалась из дорогих тканей. Даже скиния, переносной храм, собиралась из дорогих материалов. А помимо всего прочего, левитов нужно было еще и кормить. Когда у израильтян появился постоянный храм в Иерусалиме, десятину стали приносить в главное святилище страны. На праздник собирались люди со всех концов государства, они принимали участие в праздничном богослужении, трапезе. Десятину нельзя было заменить деньгами, она принималась только натуральными продуктами и животными. Если по какой-то причине доставка в главный храм была невозможна, то разрешалось купить замену натуральной десятины в самом Иерусалиме. Но так происходило не каждый год. Если бы жители Израиля возили десятину только в Иерусалим, местные храмы скоро бы захерели, а вдовы и сироты, которым выделялась часть десятины, умерли с голоду. Так что периодически часть собранной десятины оставлялась на местах. Был разработан особый семилетний цикл сбора и распределения десятины. Праздничная десятина собиралась каждые два года с пропусканием третьего. Десятина на бедность собиралась через два года на третьей. Каждый седьмой год, который приравнивался к седьмому дню творения, когда Бог отдыхал, сборов не было. При этом всем собираемая десятина вовсе не равнялась десяти процентам. Каждый год десятая часть собиралась на нужды левитов. И каждый год также добровольно собиралась дополнительная десятина. Либо на праздники, либо на бедных. Этот сбор был равен не десяти, а девяти процентам. Так что израильтяне фактически отдавали на религиозные и богоугодные цели не 10, а 19 процентов своего урожая и приплода. Десятины не облагались продукты животного происхождения, ремесленные изделия, ткани, только плоды земли и животные. Правда, ко времени новой эры редко кто уже соблюдал предписание свозить десятину в Иерусалим. Город был богатый. Все, что требовалось, покупали за деньги. Покупку можно было сделать прямо в Иерусалимском храме. Иисус учил, что все пожертвования и милости должны быть добровольными, иначе они ничего не стоят в глазах Бога. И первые христиане признавали только добровольные пожертвования. Размер таких даров, конечно же, не был твердо установлен. Но по мере превращения церкви в мощнейший институт была законодательно закреплена и ветхозаветная десятина. Отцы церкви сначала ввели это новшество сугубо для истинно верующих. На Турском соборе в 567 году верных христиан лишь приглашали поддерживать церковь в соответствии с ветхозаветными установлениями. А менее чем через 20 лет на Маконском соборе десятину сделали обязательной. Маконский собор. Причем тех, кто отказался платить, отлучали от церкви. Церковь в то время владела уже огромными земельными наделами. К концу 8 века, во времена правления императора Карла Великого, отказ от выплаты десятины стал караться светскими властями смертной казнью. Первоначально десятину обязали платить только крупных феодалов. Но постепенно эта обязанность легла на все население. Десятину стали брать не только с полей, садов, огородов и стад. Теперь ее платили ремесленники, торговцы и менялы. А при папе Александре I десятиной обложили даже проституток. Святых овцов интересовал только доход. И доход был колоссальный. Служители церкви научились умножать и приращать десятину. Иногда они передавали право ее сбора местным феодалам в обмен на защиту и поддержку. А иногда споры о том, кому собирать десятину, приводили к серьезным распрям между духовенством и светской знатью. Случались даже вооруженные конфликты. Вплоть до XIX века десятина ежегодно оседала в церковных закромах. С началом движения реформации часть Европы ушла из-под власти католической церкви. Протестанты секуляризировали церковные земли и прекратили сбор десятины. А первой католической страной, отменившей добровольно-принудительную жертву, стала революционная Франция. Конвент упразднил сбор обязательной дани. Вслед за этим десятина постепенно исчезла и в других европейских странах. Дольше остальных продолжалась Англия, где ее собирали еще в середине XIX века. Православные священники действовали точно так же, как и западноевропейские собратья. Церковная десятина собиралась и в Византии, и в принявшей православие Киевской Руси. Недаром, наверное, первая христианская церковь в Киеве носила название Десятинной. Правда, на начальном этапе Десятину платили только князья. Но по мере упрощения православие эта обязанность легла на всех жителей страны. Монгольское завоевание значительно помогло приучить народ выплачивать требуемую сумму. Монгольский сбор на церковные нужды был равен как раз десяти процентам. Так что и после развала Золотой Орды православные беспрекословно отдавали священнослужителям десятипроцентный налог. Для удобства сбора средств страна была даже разделена на десятины. Так назывались епархиальные округа, которые сегодня именуются благочиниями. Во главе каждого такого округа стоял Десятильник, мытарь, занимающийся изъятием Десятин. Отменили Десятину в России только к концу XVIII века, как и в Европе. Текст подготовлен Николаем Котомкиным. Публикуется в журнале «Загадки. История» номер 13 за 2015 год. Не забудьте подписаться на канал и оставить ваши комментарии. Продолжение следует...